Смотрите, я иду гуляю, и прямо на улице целый розовый куст, желтых роз. Сейчас я вам покажу. Вот улица. И вот такой чудесный куст, весь в цветах. Боже мой, сейчас понюхаю. Ой, какие они нежные. И так они пахнут. Немножечко лимонным вкусом. Смотрите, какие красивые. Сейчас середина апреля. Здравствуйте, мои дорогие, любимые зрители. Я сейчас вышла погулять и решила взять вас с собой на прогулку. Поют птички. Весна. Сегодня день космонавтики. 12 апреля. У нас очень ветрено, несмотря на солнце. Видите, как солнце полит. И ветер, вот я на пальме вам показываю. Но жары вообще не чувствуется. Ветерок очень-очень прохладный. Хочу вас взять с собой и показать вам улицы нашего города, нашей долины. Мы находимся прямо в центре Силиконовой долины. Здесь она называется Кремниевая долина, если по-русски, а по-английски Силиконовали. Вот такой я вам показываю столб. Он, кстати, очень старинный. Видно по вот этим ножкам, ракушкам. Что ему, по-моему, нет. Винтажный. Вообще все очень сохраняется. Все винтажное. Вот давайте с вами погуляемся с собачками. Вот они бегут. Вот и мы с вами посмотрим. Я вам покажу интересные сады. Я хотела вам все показать сады. Потому что я знаю, что многие из вас любят цветы и выращивают их на своих участках, на дачах. И, наверное, вам будет интересно. Ой, маленькая птичка попалась в кадр. Ой, смотрите, какая вторая с красной головкой. И, наверное, гнездо тут собираются вить. Видите, она собирает какой-то мух, травинки. А вот это дерево, оно потом будет, видите, оно похоже на сирень, вот эти соцветия, но потом будет все розовое. Но это уже к середине лета. Розовые такие кисти будут, как похожие на сирень. Вот, а так такое вот деревце. Ну, пойдемте дальше. А вот калибри летает. Не знаю, вам видно, вот она, она. Вот полетела туда. Первое, что меня удивило здесь, это огромное количество суккулентов. Вот это называется каменная роза. Как она мне нравится. Она очень-очень большая. Вот смотрите, я сейчас кивнесу руку, и вы увидите, какая она большая. Вот, видите? Это огромные-огромные цветы. Ну, цветет она такими желтыми шапками. Если я найду фото, я вам покажу. И вот здесь, видите, газон весь закрыт какими-то растениями, тоже ползучими. Ой, как мягкий ковер. Но вот эта каменная роза, этот куст, мне очень нравится. Вот смотрите, здесь одноэтажные домики. Я вам сейчас покажу. До сих пор висит страшный такой скелет. Это еще с Хэллоуина. Но он висит тут годами, я так поняла. Вот, но эти домики, они не случайно одноэтажные. Я сейчас вам расскажу. Вот мы пришли в парк. Там у нас детская площадка. А здесь такой, ну, небольшой парк. Таких парков очень-очень много в городе. Ну, я не знаю, там, наверное, тысячи, может быть. И они оборудованы всем необходимым. Вот эти бочки огромные, видите? Они используются для мусора. И вот такие в каждом парке столики с пропекюшницами. Ты можешь прийти в любое время, когда ты хочешь. И сидеть тут праздновать. Столы застилаются такими красивыми скатертями. Они становятся прям праздничные. Шариками все украшаются. Здесь очень часто проходят праздники. И люди угощаются, приносят с собой еду в таких лоточках алюминиевых. И жарят на барбекю мясо. Ну, и, конечно, вот в такие парки можно пригласить очень много детей. Почти весь класс. Ну, вообще весь класс так и приглашают. Всех друзей. Вот. Аниматоров. Ну, дувные всякие горки сюда привозят. И отмечают целый день. Ну, не только дни рождения. Еще разные праздники и так далее. А вон там вдалеке сцена. Сейчас я вам покажу. Вот, видите? Здесь устраиваются концерты. Приезжают музыканты. А это вообще огромное футбольное поле. И небольшое баскетбольное поле. Сейчас мы пройдем здесь мимо. Вот. Что еще хотела сказать про дома. Дома здесь специально делают одноэтажными. Или, ну, максимум двухэтажные. Хотя есть в центре города и десятиэтажные дома. Очень современные. Так, небоскребы. Но здесь у нас сейсмическая зона. И мы уже ощутили толчки. Землетрясения, правда, происходят нечасто. Ну, один-два раза в год, может быть. Но мы почувствовали. Это очень быстро. Просто как толкнуло и все. Вот. Но надеемся, что сильно не будет землетрясений. Вот, видите? Сейчас мы подойдем к бочке. И выбросим. Ой, там белочка была. Вот это, вот это я сначала думаю, что это за ямки такие кругом. А это норки земляных белок. Вот они бегают здесь. Сейчас я вам покажу. Видите? Вот она там бежит и купается в песочке. А, там, наверное, вторая норка у нее. То есть эти норки соединены между собой проходом. Вот, давайте посмотрим. Поближе подойдем. Посмотрим на ту норку. Вот они раз. И, видите, сразу же спрячутся. Или убегут. Такие пугливые. Вот, они боятся. Даже не знаю, стоит ли подходить. Я не хочу их пугать собаками. Вот. Просто вам покажу, что там вот сидит второй бельчонок. Белочка. Видите ее голова? И там ее норка. Мы не будем подходить. А то они боятся очень. Я не договорила про дома. И дома здесь сделаны в основном из дерева. Такие конструкции очень подвижные. Для землетрясения они, ну, как бы, нивелируют толчок, скажем. Мусор здесь раздельный. Сбор мусора раздельный. Отдельно пластмасса. Ну, вот сюда кидают все люди. Вот. А так везде стоят контейнеры. И мы тоже сортируем мусор. Отдельно пластмасса, стекло, бумага. Отдельно. Ну, от овощей и фруктов. От зелени. Все такое. Ну, там. От продуктов, да. Я вам показываю поле баскетбольное. Вот парень играет в мяч. А это большое футбольное поле. А вот это огромные редвуды. Редвуд переводится как красное дерево. Они родственники секвоев. Секвой. Но секвои немножко другие. И они толще. Вот. Эти редвуды очень часто падают, когда ураганы. Это огромное дерево. Вот. Я не знаю. Наверное. Надо три человека, чтобы его обхватить. Вот. Вот моя собачка, да. И вот это огромное дерево. Очень красивое. Смотрите, какое. Это действительно красный ствол у него. Кажется, что красный. Вот. Хочу вам показать, что везде, в общественных местах, и в парках, и в магазинах, вот тут везде есть питьевая вода. Тут нажимаешь кнопку и пьешь. Как фонтанчик такой получается. И пьешь эту воду. Вот. Это абсолютно везде. Так же, как и туалеты. Туалет вон там тоже есть. Вон что в домике. Это самое необходимое для человека, для его жизнедеятельности, да. И никто здесь не терпит. Ну, в смысле, в таком нечто бегаешь и ищешь туалет. Ты туалет можешь увидеть в любом месте. Вот. Очень хорошо. Мне это нравится. Вот такие деревья сейчас. Многие деревья оставались всю зиму зелеными. А некоторые сбрасывали листья. Видите, и стали сейчас вот такие. Здесь как будто все растянуто во времени. У каждого дерева своя жизнь. Кто-то остается все время зеленым. Кто-то очень долго желтый. Вот сейчас можно встретить желтые, красные деревья. А, ну вот, пожалуйста. Вот. Это осень, да. А какие-то деревья становятся все голые. Все сбрасывают на зиму. И заново вот так распускаются. Вот. Причем это круглый год. То есть, каждое дерево живет своей жизнью. У каждого дерева свой ритм. Вот. Давайте дальше посмотрим. Вот такой вагончик я вам показываю. Вот. Люди держат у себя и ездят отдыхать. Ну, держат около дома и ездят отдыхать в таких вагончиках. А некоторые даже живут здесь. Так. Мы пойдем с вами вот на ту сторону. Переходим дорогу. И я хочу вам здесь тоже показать цветы. Вот. Очень много герани. Герань цветет круглый год. И причем даже есть огромные кусты. Прям такие вековые. Вот тут прямо, смотрите, в асфальте островки такие. С цветочками. Очень красиво. Не знаю, случайно, наверное, так получилось. Наверное, эти островки сделали для деревьев. А тут проросли цветы. Вот. И мой любимый кусочек, мимо которого я всегда прохожу. Конечно же, с березками. Посмотрите, какие они чудесные. Беленькие такие, хорошие березки. Ой, здесь я люблю стоять. Иногда подолгу даже стою около этих березок. Много их раз уже снимала и фотографировала. Вот. И причем рядом пальма. Рядом с березой прям пальма. Вот такие березки. Вот. Видите? Я нахожусь как будто себя на даче. И ромашки. Вот этот звук шелеста березовых листочков. Как я его люблю. Вот. А вот, смотрите, какое дерево. Тоже огромное. Ну, заборы здесь разные. Бывают вот такие заборы. Видите? Бывают еще страшнее. Но иногда бывают очень приличные, хорошие, красивые заборчики. Но я так поняла, что здесь нужно попросить разрешение. Комьюнити. Район, где ты живешь, чтобы что-то изменить. То есть, тут очень все сложно. Поэтому многие вот с такими заборами. И никто ничего не меняет. Вот что я хотела вам здесь показать. Конечно же, колокольчики вот эти. Вот, видите? Голубенькие, фиолетовые. Вот эти красивые колокольчики. И очень красиво здесь в виде дерева. Ну, я думаю, это вяз. Может быть, не знаю. Такое запутанное какое-то дерево. И качели. Это тоже очень часто здесь, когда качели около дома. Ну, и дети, наверное, качаются. Ну, всякие гамаки здесь тоже люди используют. Пойдемте дальше. Сейчас мы немножечко выйдем на дорогу. И просто хочу пройти мимо вот этого дома. Он мне такую прям, знаете, дачу напоминает. Старую, советскую. Этот дом. Ну, наверное, тоже таких же годов старых. Вот. И мы с вами пройдем сейчас мимо этого дома. Такой милый заборчик. Сейчас заглянем туда. Там все такое заросшее. Он очень-очень мне напоминает дачу. И пойдем с вами дальше. Апельсинчики здесь. А, мандарины. Мандарины. Я же говорю, каждое дерево живет своей жизнью. Цитрусовые вообще цветут. И плодоносит круглый год. Вот. Я хочу свернуть сейчас здесь на эту тихую улочку. Здесь разные улицы, разная скорость движения. Вот на этой разрешено 35 миль в час. Вот где мы идем с вами. Мы сейчас свернем на тихую жилую улочку. Там разрешено движение 25 миль в час. Вот там даже знак написано. Спит лимит 25. Так, круто. Ну, вот вам новый заборчик. И я хотела показать вам вот эти два удивительных тут места. Вот этот красивый садик из суккулентов. Вот они, кстати, как цветут. Как ромашечки. И дальше вот здесь я хотела вам показать кусочек. Такой тоже похож. Такой дачный. У меня ностальгия тут. Вот такой дачный кусочек с ноготками. Розы, которые удивительно пахнут. И вот там дальше такой красивый розовый куст. Я обязательно должна вам показать. Вот здесь очень много роз. И они прямо встречаются на улице. Идешь, и вот такой огромный розовый куст, который с тебя ростом. Вот он, видите, какой. И так они пахнут, эти розы. Как они пахнут. Здесь очень много бутонов. Я обязательно посещу, хочу посетить сад роз. Здесь есть. И возьму вас с собой. Напишите, хотите ли вы. Вот, смотрите, какая розочка. Смотрите, какая старая-старая машина. Здесь очень часто устраивают парад машин старых. Вот, я, правда, не была на таком. Но когда еду, иногда с работы и вижу, в Веренице едут такие машины. Мне они очень нравятся. Ну, все винтажное я люблю, как и вы, наверное, тоже. Давайте сейчас посмотрим второй кусочек, который я хотела вам показать. Вот такая тихая улица. Здесь этих улиц очень много. Есть, где больше деревьев, есть, где более открытые, все разные. Вот, я хотела показать вам вот этот кусочек. Ну, во-первых, глазки, конечно, красивые. Вот, вот, вот эти огромные розы каменные, суккуленты. Вот эти цветут. Видите, я очень люблю суккуленты. Мне так они нравятся. Вот, видите, какой садик такой. Каменная горка, да? Еще по-другому называется. Вот здесь их очень много. Вот. И вот тут продолжение. С четырьмя пальмами. Вот, видите, как красиво. Вот их очень много здесь. Вот, вот, коряга. И вот такие пальмы. Можно прям картину рисовать. Как это красиво. Вот, а это прям, смотрите, вот рядом с моей ногой. Видите, какая огромная. Вот, как швочек лежит. Такая красота. Здесь прямо такой. Каждый садик красив по-своему. А кто-то вот так, кому не охота или нет времени, просто работает человек много. Просто засыпает каменной крошкой. Ну, там, все здесь очень чисто. Очень все убрано хорошо. Ну, наверное, штрафы может быть у людей, если ты ненадлежащим образом содержишь свой участок перед домом. Так что, вот, дом содержать, и еще весь участок надо содержать. Вот, и, вот, видите, впереди эти контейнеры. И они разные. Синие, есть черные, есть зеленые. Вот они для разного мусора. Их собирают разные машины. Иногда приезжает машина, которая забирает только... Ну, не забирает, а собирает мусор из только синих контейнеров. Иногда только черные, иногда зеленые. Вот, а часто очень бросают ветки. И вот все там от сада разные растения на дорогу. И забирают машину уже с дороги. Вот. Вот смотрите, на той стороне очень большой подстриженный куст герания. Я вам показываю. Гигантский. И продолжаем наш поход вот. Моя цедакая здесь. Блин. Сейчас еще будни, поэтому, может быть, мало людей. Ну, вообще, все эти улочки, они очень тихие. Я хочу сделать с вами кружок и показать вам еще две интересные вещи. Ностальгический еще такой садик прям со смородиной, с виноградом. Вот. И еще там парочку мест, которые мне очень нравятся. Вышли с вами на другую улочку. Тоже тихую. И здесь вот как раз все деревья, все разные. Вот весенние деревца. И вот тоже весенние деревца. Это еще вообще спит, не распустилась. Даже и бочек не видно. А вот там впереди, как будто осенние деревца. На самом деле, это тоже у нее первые листочки. Только они сначала красные, а потом постепенно они зеленеют к середине лета. В середине лета зеленеет. Ну вот. Ну вот. Ну и там еще и пальмы. Вот. Наверное, финиковые. Я так думаю. Вот видите, это какой-то клен. У него вот такие резные листочки. Вот он красивый тоже какой. Ой, вот этот кадр красивый. Вот это мы идем с вами о... Хочу вам показать интересное такое место. Со шкафчиком для книг. Очень мне нравится это местечко. Вот, смотрите, это лимонное дерево, все в лимонах, эти красивые деревья, да, отстриженные у многих. Здесь прямо вот такие баскетбольные кольца, наверное, у кого дети, чтобы они играли. Вот это абрикос, это дерево цвело очень красиво, а летом на нем были абрикосики, или перф, абрикосы, да. Вот этот садик я хотела вам показать, такой с луком, с грядкой, вот, и тут виноград, и много всяких растений, ирисы, какая тоже бабушкина дача, такой вот кусочек. И хочу вам показать еще книжный шкафчик, здесь можно брать книги и класть книги, и таких шкафчиков много. Когда езжу на машине, я много-много вижу таких шкафчиков, вот здесь там открывается, вот, и ты можешь взять любую книгу, почитать, вернуть назад, можешь не возвращать, или можешь ты положить сюда какую-то книгу, написанную книгу, молоденькую книгу, маленькая свободная библиотека. Да, да, забыла вам сказать, и здесь очень много по-риспански надписей. Я хочу сказать вам, как машина забирает мусор, видите, подъезжает машина, и у нее специальная такая штука, которая вот поднимает мусор, видите, и туда она сваливает. То есть это не вручную люди делают, а все механизировано. Вот так. Вот сейчас она этот контейнер заберет тоже. А мы с вами вот здесь сейчас пройдемся. Ну вот, этот вот такой садик, вот, как красивый здесь забор, да, видите, такой металлический. Ну, на такой улице шумновато жить, конечно, потому что здесь очень интенсивное движение. Это, конечно, не хайвей. Хайвей – это дорога с еще более быстрым движением, 65 миль в час. Вот, ну, вдоль хайвей нет домов. Ну, мне кажется, что все равно шумновато здесь. Вот, смотрите, как красиво сделали заборы. Тут прям такой, знаете, заезд с двух сторон. А я хотела показать вам более такие заросшие садики. Я очень люблю такие живописные. А вот это дерево, по-моему, называется маршмула. Или я могу что-то путать. Здесь оно тоже очень популярное. Ягоды эти считаются очень полезными. Они продаются в магазинах. Видите? Многие здесь выращивают это растение. Все, все, все усыпано плодами. И вот этот садик. Очень милый. Как он мне нравится. Смотрите, какой он красивый. Здесь и лужайка есть, и пальмы, и цветы. Он весь цветет летом. А мы с вами пойдем дальше. Сейчас покажу вам еще один момент. Тут, видимо, смотрите, строили дома и сажали пальмы. Около каждого дома. Потому что у каждого дома стоит эта пальма во дворе. Вот эти знакомые кустики. И аромат у них знакомый очень. И я хотела вам показать. Вот там дальше такой садик интересный, кактусовый. Вот, смотрите, как красиво подстрижено дерево. И вот этот кактусовый садик. Такой вот пальма. И внизу кактусы и суккуленты разные. Видите, какой красивый. Так, и сейчас самый интересный садик. Который вот он в конце. Какая-то церковь. Тут очень много церквей. Очень много разных конфессий. Они все-все разные. Я не знаю, там миллион разных конфессий. Вот этот хороший такой подстриженный. В духе Версаля. Видите, ирисы цветут. И вот этот садик мой любимый. На углу. Сейчас я вам его покажу. Какой он необычный. Такой садик, наверное, очень трудно содержать. Потому что там очень много-много цветов. Это не сорняки. Это все цветы. Вот этот вот, видите, какой он. Я видела, хозяин поливает каждый вечер этот свой садик. Тут такие каменные дорожки. Розы. И он очень-очень красивый. Даже вот так сделаю камеру, чтобы было его видно, какой он красивый. Его не охватить. Вот такой. Тут очень много разных цветов. Он цветет круглый год тоже, этот садик. Вот смотрите, там маленькие нарциссики. Видите? И красивый какой ирис. Так, где он тут? Вот ирис. И герань. И розочки. Тут очень много разных цветов. Вот смотрите. Там собачка впереди. А это не укроп. Это тоже какой-то цветок. По-моему. Вот и укроп. Вот такая герань. И рядом, посмотрите, деревья. Это лавр. Настоящий лавровый лист. Тут очень много лавровых деревьев. Они уже отцвели. Вот мы сделали кружочек. Возвращаемся. Мимо еще одного необыкновенно красивого розового куста. Проходим с вами. Ой, просто красоты неописуемый. Ой, как же он пахнет. Мне не передать вам этот аромат. Вот смотрите, еще один розовый куст. Даже не один, тут их несколько. Этот розовый, а вот там желтенький. Вот их много, тут этих розочек. А вот смотрите, в качестве сорняков здесь кактусы. Вот такой кактус растет вдоль дороги здесь. За забором. И мы сейчас с вами заканчиваем. Хочу вам еще показать маки. Красивые. Сейчас цветут маковые поля. Все холмы в диких этих цветах. Но кто-то маки сажает и около своего участка. Я вам сейчас этот кусочек покажу. Чудесный. Вот видите, дорожка, выложенная кирпичом. Как из сказки про Элли, волшебник изумрудного города. Это так обозначенный пешеходный период. Подойдем к макам. Вот эта дикая кала тоже здесь просто так растет на дороге. Тоже очень красивая. И вот смотрите, маки. Видите, какие они красивые. Вот тут вот и вот здесь кусочек тоже с маками. Очень красивые. И вот там тоже маки. Ну, на этом я заканчиваю свое видео. Надеюсь, что вам понравилось. Всего доброго. До свидания. Смотрите, березка. И прямо здесь еще и земляничка. Вот. Клубничка или земляничка. Все прям уголочек дачи. Вот такая.